Всем огромнейший привет! Вы на канале Элитка-гадалка. Меня зовут Элина и я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня мы поговорим о Ленорман Фэритейл от Лизы Хант. Эта колода вобрала в себя сказки со всего мира. Просто можно изучать географию по этим сказкам. И, конечно, я не могла не узнать побольше информации о ней. И я хочу, конечно же, поделиться, потому что эта колода не совсем классическая Ленорман. Это ближе к Ракулу. То есть тут есть свои индивидуальные значения. И начнем мы, конечно, со всадника. Я планирую записать две части по данному Ракулу. И первая карта называется «Сказка о волшебном коне». В общем, этот замечательный конь помог принцу добиться принцессы. Принцессу ворует султан, потом принц ее возвращает, собственно, побеждает этого султана. И тут смысл какой, что человек, который на коне, он добивается своего успеха, и у него все его планы, все его мечты сбываются. Ну и, собственно говоря, здесь о чем карта? О том, что удача улыбается активным, удача улыбается настойчивым, настырным. И вот таким вот парням отвечает взаимность. Вот он захотел эту принцессу, собственно, получить, и он ее получил. То есть захотел чего-то добиться, и он добился. Ну и, конечно, подробнее можете почитать эту сказку о волшебном коне из цикла «Тысяча и одна ночь». Ну и основные значения – это, конечно же, реализация, это успех, это победа, это достижение своих целей, ну и известие, да, как, в принципе, карта «Всадник» может показывать, известие. Следующая карта, вот такая зеленая-зеленая, это карта «Клевер». Ну, здесь, конечно, попроще, в том плане, что «Клевер», она вообще достаточно простая, она всегда показывает везение, удачу, креативность, ну и все вот такое хорошее, но при этом маленькое. Конечно, сказка здесь у нас идет дюймовочка, да, потому что, ну, кто как не дюймовочка отражает что-то маленькое, но удаленькое, да. Ну, еще и про гномов я знаю много сказок, но здесь вот выбрали именно дюймовочку, да. Мы помним, какой тернистый путь был у дюймовочки, как ей не особо быстро повезло с женихами, как ее выкрали, как к ней присматривались, да, то есть вот тут, мне кажется, еще значение хорошо будет проигрываться. Не так быстро найти свою пару, не так быстро обрести свое счастье, да, но при этом она не огорчалась, и она не всем нравилась женихам, чего только жабы и крот стоят. Все помнят сказку дюймовочка, но при этом и ее не каждому, не каждый хотел партнер, правда же. В общем, здесь какой смысл вообще по данной карте? Во-первых, проблемы с зачатием, да, все помнят, что у женщины не было детей, она вырастила ее из семечка, да, то есть привет, эко, эко, да, вот такой вот момент интересный. Потом она ухаживала за ласточкой, то есть кому-то, возможно, вы можете помочь, да, а эта ситуация вам потом выйдет в пользу большую, да, то есть все помнят, что она ласточку ухаживала, помогала ей, а потом ее ласточка забрала в страну эльфа, где она и обрела свое женское счастье, да. Очень важный момент. Ну, что еще такого? Длинный путь тут, тернистый путь, хоть клевер это и счастье, и везение, и удача, я особо такой везучей, дюймовочку назвать не могу. Понятно, что ее не забрал себе крот, понятно, что жабы ее не утопили, не схарчили, но тем не менее, знаете как, тут ее удача была то, что ее не взяли в брак, не взяли замуж ни крот и ни жаба. И вот, знаете, вот мне когда девочки пишут, говорят, вот с этим парнем рассталась и с этим не сложилось. Может быть, вот именно такой тип удачи, когда сразу же не получается с теми людьми, с теми молодыми мужчинами или немолодыми, которые не ваши, да, которые заведомо вам не подходят. Вот ему дорого ползернышка, вроде бы и недорого, а за год ползернышка вроде бы уже и немало, да, как он считал крот, сколько она ела. Так что, вот самое главное здесь, на мой взгляд, это понимать и осознавать, что тут ее удача была как раз в том, что каждый из партнеров ей не подходил, от нее отказывался и через эти поражения она нашла своего человека. Вот такой вот момент. Ну, здесь, конечно же, креативность есть в маленькой белой книге, здесь еще есть и интуивные какие-то прозорливые решения. Мне кажется, здесь не сколько интуитивный, сколько ей попадались партнеры, которые сразу понимали, что она не их поле ягода, да, вот несмотря на то, что она им, может быть, по параметрам подходила, да, то есть была маленькая, как они, по размеру, по комплекции. Но я всегда говорю и мужчинам, и женщинам, не судите по размеру, да, судите по содержанию. Потому что очень часто бывают девочки, говорят, вот парень хороший, но он маленького роста, или девушка дыл, да, парни бывают, пишут, вот как я с ней буду, она там на 5-10 сантиметров выше меня. Не нужно на это ориентироваться, нужно ориентироваться только на то, чтобы человек вам нравился, да. Ну, вот, в общем, тут везение через отказ, да, то есть очень интересный здесь клевер, конечно, неожиданный. Ну, а мы переходим к следующей карте. Вот такой у нас корабль, очень необычный корабль. Тут у нас очень странный дракон. Я уже на распаковке говорила, что он меня удивил, да, потому что, ну, для меня дракон, хоть в Азии это и считается хороший символ, да, сильный, вот такой, мужской очень. Для меня дракон это очень такой напряжный символ. Ну, тут ключевые какие значения? Путешествия, инвестиции, переговоры с иностранцами, да, то есть вот тут кто-то, вот тут явно Азия, да, вот эти вот темы. Ну, я бы сказала бы еще какие-то другие традиции, привезенные традиции, правда же, ведь корабль здесь явно не наш, да, то есть какие-то новые традиции, новые влияния, что-то привозное, какая-то диковинка, новые предприятия всевозможные. Значит, есть такая сказка, которая называется, сейчас я вам скажу как, может быть вы ее захотите почитать, а корабль, вот эта сказка так и называется, корабль. И идея в том, что мальчик собрался в сказочное путешествие и ему дается лодка, которая из игрушечной выросла до размеров нормального судна и мальчик собирает, собственно, всех животных и эти животные спасают ему жизнь. Вот такой вот момент. Что еще? Ну, я думаю, что мне вот где-то отдаленно напоминает Ноя, который вот спас животных, да, вот что-то общее, а тут получается мальчик собрал всех животных, причем это все было игрушечное, но оно потом стало реальное. Все животные ему помогли, кого он спас. То есть, грубо говоря, собрать свою команду из тех людей, из того персонала, которые будут за вас стоять горой, да, то есть вот свои люди. Это тоже очень важно. Ну и вопросы чего-то привозного, вопросы торговли, вопросы, может быть, переезда, заимствования чужих каких-то идей, традиций, чего-то вот такого заморского, как принято говорить. Интересная карта. И что я могу сказать? Ну, все-таки для меня дракон это и опасность, да, тем более все знают, что вот эти вот драконы водные, да, тут получается вот эта часть корабля, это дракон, они достаточно даже в азиатской мифологии, они достаточно агрессивные считаются. Поэтому я бы с этим кораблем была бы очень-очень осторожна, да, тем более мы знаем, что это все бывшие игрушки, да, которые по сказке, они выросли до реальных существ. То есть тут тоже такой момент. Так, теперь давайте поговорим о следующей карте. Это у нас карта Дом. Дом тоже очень необычный. Тут вообще все сказочные карты достаточно и легкие, и сложные. Потому что вообще тема дома в лесу, вот такое вот убежище, который с одной стороны показывает и приют какой-то, который ты можешь обрести в дремучем лесу, но с другой стороны неизвестно, чья это территория и каким образом эта территория повлияет на тебя. Да, все помнят сказку Маши, которая зашла к медведям в их дом. Ну, в данном случае это сказка о Белоснежке, которая нашла приют в этом доме. То есть неожиданно она сбежала и нашла. Значит, какие здесь традиционные значения в этой сказке? Это безопасность, это приют, ну и собственно сам дом и сама недвижимость. Но мне кажется, это еще и, вот грубо говоря, один единственный имеющийся выход. Потому что Белоснежка сбежала в лес, да, и вот какой был дом, она туда и зашла. И уже своими усилиями, своими руками, своими действиями она уже сделала из него что-то ценное, что-то путевое. Нашла общий язык, ну и так далее. То есть, по сути, она жила, считайте, что как вот в общежитии, да, потому что гномов было много. Она была одна, она, как говорится, отрабатывала работой, насколько я понимаю. Ну, сейчас всякие пошлости могут начаться, но тем не менее. Здесь дом, которым свои правила, которым свои какие-то привычки, устои. Ей нужно либо подчиняться по этим правилам, привычкам и устоям, либо быть готовой к тому, что ее в этом дремучем лесу вряд ли найдут живой. Правда же? Вот, ну, она и подстроилась, конечно, под этот их гномий режим. Вот такой вот дом, да. Вот эти камушки тернистый путь, посмотрите какой. Ну, знаете, что мне нравится у этого дома? Что он, в принципе, такой ухоженный, тут нет никаких поломок. И не каждый найдет к нему свою тропинку. Правда же? Не каждый. Так, следующая карта. Дерево в привычном, таком, знаете, Лиза Хантовском стиле. Да, вот она всегда любит на деревьях. У меня есть несколько колод, у меня есть призраки. У меня есть сказки, второго сказок, Лиза Хантова, что будет классно дублем работать. Вот всегда она любит лица рисовать на деревьях. Если вы поближе посмотрите, здесь вот тоже лицо у дерева, видите, вот на карте. Ну, видимо, это ее фишка, вот такая. Ну, сразу что мы видим? Мы видим корни, да, вот такие вот обширные, раскидистые корни. То есть, тема рода, тема каких-то кармических вещей, родовых вещей, тема здоровья, безусловно. И сказка по данной карте идет «Можжевеловое дерево. Братья в грим». Я, честно, эту сказку никогда не читала. В общем, женщина хочет иметь ребенка, собственно, загадала желание под этим деревом. И, собственно, это желание реализовалось. Ей высшие силы дали ребенка, но она сразу же после его рождения уходит из этого мира, умирает. И ее похоронили под этим «Можжевеловым деревом». То есть, получается, она получила задуманное, но ценой своей жизни, да. То есть, по данной карте может быть такое, что плата будет очень высока. Ну, и потом мальчику тоже пришлось не сладко. Ему высшие силы послали мачеху. Она его убивает. И также его труп хоронят под этим деревом, да. Вот. И что еще? В общем, получается, тут вот по данной карте какие-то события могут вначале улучшить вашу ситуацию, а потом очень сильно ухудшить, да. То есть, вот это вот, по сути, вот именно в данной колоде вот такой себе фамильный склеп. И если не знать, о чем эта сказка, вот почитайте, пожалуйста, «Братьев Гримм», «Можжевеловое дерево», и я тоже почитаю, то, конечно, это далековато от классической карты Ленорман, да. Но загадывать желание нужно осторожно, осторожно. Вот она загадала это желание, причем она загадала это желание, чтобы родить сына на своей крови. И, собственно, ей одной рукой дали, а другой рукой забрали. Ну, такое очень часто бывает, к сожалению. И ничего с этим не поделаешь, да. Каждый человек, кто практикует магию, должен быть к этому готов, да. Но особенно использование своей крови. Я думаю, тут вне комментариев вообще. Не буду ничего говорить, не буду отвлекаться. Давайте посмотрим следующую. Тучи, мои дорогие, тучи. Значит, это у нас сказка. Тут норвежская сказка «Восток о солнце, запад, о луне». Что здесь интересного? Тут девушка улетает жить к белому медведю, скучает по своей семье. Ну, а потом ей медведь предлагает вернуться домой с предупреждением, что ее попытаются запутать ее близкие, ее мама. И, в общем, он ей делает такое условие, медведь, что вот если она с мамой будет говорить, то их личная жизнь закончится очень плохо. Ну, она, девушка, уступила своей маме. То есть мама у нее такая токсичная была у этой девушки. Медведь – это такой классический зять, да. И что еще? Действия матери приносят несчастье и принцу медведю, и барышне. И, в общем, на девушку мать, видимо, имела такое сильное влияние, да. Вот карта тучи может показать влияние именно на наш разум, да, на голову. Когда человек вот такой вот настолько его другой порабощает, да, вот как оморачивает. И, собственно говоря, девушка запуталась. Девушку, мать эта на нее давила ей на голову. Она рассказала все, что не нужно было. И не послушала совета своего мужчины. Ну, и, собственно, что еще здесь можно сказать? Тема, основные ключевые слова какие? Это депрессия, это печаль, это смятение. И вообще, как я понимаю, здесь вот еще и конфуз. То есть девушка стратила, опростоволосилась. Девушка просто не смогла противоречить воле своей матери. И за это поплатила своей личной жизни. В принципе, это достаточно распространенная ситуация и по сей день. Все мы знаем эти случаи, да. Вот психологически, когда мать давит на дочерей, либо на своих сыновей, да, и пары распадаются. Тоже очень интересно. И тоже вот такая вот карта. Если не знать сказку, очень сложно здесь разобраться, конечно же. Да, какие-то головы, какие-то обломки. Медведь, не медведь. Тут нет такого, чтобы сразу это понять для себя. Правда же? Так, давайте посмотрим следующую сказку. Следующая сказка у нас это «Змея». И я так понимаю, это у нас мангуст, да. И сказка называется «Рикетти Китай». Вот ее я читала. Мангуст очень смелый. И для змеи, конечно же, мангуст представляет огромную опасность, потому что на него не действует яд, да. Сама книга называется «Книга джунглей». Автор Ридьяр Киплинг. Собственно говоря, мангуст защищает людей от змей. Что еще? Он сражается и с одной змеей, и с другой. Хотя змея пыталась его обмануть, но у нее ничего не получилось. И имейте в виду, даже если вы обманщик, вы манипулятор, как говорится, на каждую хитрую жопу найдется крышка с ручкой, да, которая скручит эту хитрую жопу в барани рог. То есть кто-то еще более хитрый, кто-то еще более проборный, кто-то еще более ловкий, кто обойдет вас вокруг пальца. Тут об этом, да. То есть никогда недооценивайте врага. То есть вы понимаете, какая огромнейшая змея, кобра здесь, я насколько понимаю, такой маленький этот Рики-Тики-Тави, но все-таки он ее победил. Тут ключевые слова – это обман, это предательство, это манипуляция. И как бы она ни старалась змея, все-таки мангуст одержал над ней верх, да. Ну, можно также еще другие значения тут использовать, да, что нужно сожрать врага первым, нужно быть активным, нужно не вестись ни на какие уловки, предложение врага мириться, да, потому что она пыталась с ним как-то вот отношения наладить, пыталась как-то манипулировать, но не получилось ничего, и прекрасно, и прекрасно. Так, что у нас дальше? О, дальше у нас это вечная тема. Белоснежка и принц. И что я хочу сказать, кстати, в старых сказках принц ее совсем не поцеловал, а сделал кое-что больше, да, ну, я не могу, конечно, об этом распространяться, я думаю, вы поняли, о чем я, да. Ну, это Белоснежка, братья Гримм, один момент, что еще сказать. Она уже нам попадалась, эта сказка тут, такая сквозная история на карте Домик, да, где она с гномами жила. Что еще интересно тут? Вот ожидание своего часа, ожидание своего времени, когда что-то все-таки выстрелит, что-то все-таки пробудится, оживится. Что еще? Кармические какие-то, магические работы, проклятия по этой карте. Могут быть? Могут быть. Ну и вообще конец, завершение, освобождение, трансформации, как раз вот когда что-то наконец-то меняется. Тут гроб позитивный, потому что она пробуждается. И причем этот гроб может быть и гробом, и в личной жизни, да, когда вот она спит, да, может показать девушку какую-то холодную, какую-то фригидную, может показать человека, который спит в каких-то других вопросах, да, может быть в финансовых вопросах спит, может быть в вопросах взаимоотношений с людьми. Но все-таки появится такой человек, который оживит, который все-таки вселит в человека какую-то активность, какую-то жизнь, да. Вот все-таки он ее заразил, он в нее внес вот эту вот жизнь и трансформировал ее. Это очень важный момент. Ну и в целом она избавилась от каких-то своих пассивных стратегий, от такого вот пассивного ожидания, да, потому что в принципе она, Белоснежка, она ничего не делала по сказке, она просто спала, да, вот просто застыла, спала. Хотя вы знаете, у меня вот карта гроб, вот, и вообще в последнее время на сказках вот о Белоснежке очень сильно тема молодости, зависти к молодым, тюнинги, ботоксы, вот это все, что застывает, так сказать, пытается задержать молодость, очень почему-то часто стала проскальзывать. Ну и вообще какие-то родовые сценарии, да, когда вот, например, мама не может выйти замуж, дочка, внучка и так далее. Тут тоже это идет, здесь в этой карте есть все-таки надежда на воскрешение, есть надежда на то, что девочка проснется и, так сказать, спячка не будет вечной, да. Вот такая вот карта у нас. Следующая карта у нас, это у нас букет или цветы, если я не ошибаюсь, это у нас цветочки из Алисы, если я не ошибаюсь, но я могу и ошибаться. Нет, все-таки не из Алисы, а цветы маленькой Иды. Это сказка Андерсона, тоже интересная такая тема, хотя все сказки Андерсона немножечко грустные для меня. И что здесь интересного? Ну, тут девочка общалась с цветами, и они все разговаривали, и здесь какой еще момент? Они просто вот вели себя как маленькие дети. Ну и что здесь еще такого в этой конкретно? Тут радость, веселье и умение находить счастье в обычных вещах, да. В танцах, они танцевали эти цветы, они разговаривали, и вот они создавали свою какую-то атмосферу эти цветы. Общение давали этой одинокой девочке, как я понимаю. Ну и, собственно, здесь еще и магия, да, когда вот идет вот оживление чего-то красивого, но пустого, да. То есть бывают просто красивые вещи, а тут получается, они с ней общались. Ну, для меня сложная эта сказка, цветы маленькой Иды, можете ее почитать. И что еще могу сказать? Ну, здесь вот она опять-таки далека от традиционных значений карты букет. Здесь это счастье, радость, красота, подарки. Ну, для меня вот они все-таки разношерстные совершенно, эти цветы. Все разные. Смотрите, здесь есть и маки, здесь есть и розы, здесь есть и ирисы, да. То есть, в принципе, можно было бы и символизм каждого цветка включить, но здесь он не включенный. Здесь он не включенный, но карта это позитивно. Для меня вообще карта букет, это всегда что-то такое быстротечное, стремительное, но от этого не менее приятное, да. Так, следующая карта. Это у нас карта коса. Давайте посмотрим ее. Ну, тут что у нас? Что у нас вообще за сказка, да? Значит, это сказка такая. Мужчина, который ругает свою жену, да? Вот. И что еще интересного? Тут есть женщина, и она, получается, уходит в поле, потому что ей надоело, что он ее ругает. Вот. И ей нужно быстро все свои правтыки исправлять. Что интересно, женщине, не мужчине. И что еще такого? Ну, она подвергает себя опасности, эта женщина. Она не совсем хорошая хозяйка, и ей нужно исправить это, да. Ей нужно стать хорошей хозяйкой, но быть при этом осторожной. И, в общем, она, когда ушла от него, он понял, что все это хозяйство намного сложнее, намного остро воспринимал, чем когда она была с ним. То есть, пока кто-то делает за тебя работу, она не кажется такой сложной. А когда за нее берешься ты, вот здесь вот на острые ножа, что называется, и влазишь в его шкуру, да. Вот, знаете, всю эту передачу хата на тату, да. То есть, когда вот мужчину оставляют со всеми женскими делами, со всеми женскими обязанностями, он, конечно, зашивается и не знает, за что хвататься. То есть, тут больше тема работы, тут больше тема конкретно в данной колоде, когда одному человеку передаются обязанности другого. Вот. И что еще? Ну, тут очень много, знаете чего, вот недостаточно квалифицированного работника, который за все берется, думая, что это легко, а по этой сказке, получается, она в оригинале звучит так «The husband who was to mind the house». В общем, муж, который присматривает за домом, но который очень много ошибок сделал и очень много накосячил, грубо говоря. Вот такая. Ну и, конечно, я думаю, и травмы, и хирургические любые влияния может показывать, безусловно. Еще очень важно, в какую сторону коса лежит, безусловно. Здесь коса просто огромная, да, и можно вот напороться на опасность. И из-за ссор, да, потерять союзника, союзницу, потерять человека, который помогал тебе вести быт и дом. Поэтому тут нужно очень внимательно быть. Тоже не традиционное, не совсем традиционное значение, но очень интересно. На этом я сегодняшнее видео завершаю. Напишите, хотите ли вы продолжение. Как только будет хотя бы 50 лайков, я сразу же напишу продолжение этой интересной истории и свои размышления. Я думаю, они тоже вам нравятся. Ну, а если эта тема неинтересна, с такой проработкой, с такой форматной темой, то мы тогда найдем новую колоду. Пишите ваше мнение. Пишите, есть ли у вас в коллекции данная колода. Хотите ли вы продолжение. Хотите ли вы онлайн-гаданий на данной колоде. И вообще пишите все, что вам интересно. Я с удовольствием почитаю. Я вас очень-очень люблю. Подписывайтесь на канал. Я буду рада вашим комментариям. Всем пока. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok